Ха-ха, я же говорила, что упадёшь, не умеешь кататься с горки. Ничего подобного, я просто пробовала съехать головой вперёд. Ребята, ты ж с коврика, пойдёмте уже гулять. Ой, Гайя, а что это у тебя за штуковина? Мух отгонять? А, это не, это хлопалка. Я хочу выхлопать вот этот коврик, на котором вы потом будете играть. Ух ты, а можно мне будет похлопать? Ладно, если получится, конечно, да. Цветочек, ну что там, как погода? Слушай, парит как перед грозой? Не знаю, будет дождь или не будет. Возьму зонтик на всякий случай. Всё, ребят, пойдёмте, пойдёмте. Подожди, цветочек, у нас же трое малышей сегодня. Ну да, трое всего пришли, разъехались на лето по дачам, по деревням. Так, подождите, а почему вас двое? И ещё одна. Стойте, стойте, подождите меня, мне бумажка нужна. Держи, малышка, чуть не ушли без тебя. Ну теперь-то все на месте, все готовы? Раз, два, три. Ну что, пошли. За мной, за мной, потихонечку, по пешеходному переходу. Я буду делать черепашку, а ты? А я вот эту морскую звёздочку. Играйте, играйте, малыши, пока дождь не пошёл. Ой, там какая большая туча. Только бы не гроза, я боюсь её. А мне нравится гром такой, ба-бах. Ой, гром, цветочек, сейчас будет гроза. Да нет, нет, это Гай, коврик выхлапывает так. Ха-ха, трусиха, испугалась. Ой, а это уже не я, цветочек. Кажется, гроза собирается. Ну ничего, пока дождя нет, посидим ещё погуляем. Кажется, дождик собирается. Кажется, дождик собирается. Не каркай давай. Ничего, Гай, обещал хлопалкой дать похлопать. На, держи, конечно. И что делать? Хлопай теперь по ковру. Тыш, 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 так. Да, да, молодец, сильней, сильней. Ой, а вот и дождь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скорее, ребята, сейчас открою зонтик, все ко мне. И бежим быстро в группу. Сейчас такой ливень начнётся. Собираемся, собираемся все под зонтик. А я люблю дождик. Он же летний, такой тёплый. Тёплый, не тёплый, сейчас намокнешь и заболеешь. Быстро под зонтик. Ой, опять гремит. И сверкает. Давай скорее мне эту хлопалку. Нужно ковёр спасать. Сейчас намокнет, потом не высушить будет. Дветочек, ребята, всё, бежим, бежим, бежим. Аккуратненько, через дорогу. Дождик, лей, лей, лей на меня и на друзей. Пойдёмте, пойдёмте, я вас прикрою, чтобы вы не намокли. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как всё холодно. Ну что, ребята, отогрелись хоть немного. Чуть-чуть тепло стало, да. Ой, так и знала, что все промокнете и замёрзнете потом. Говорила же под зонтик. Давайте, кто всё скушал, на горшок и тихий час. Сколько бы вы у меня не заболели, что я вашим родителям скажу, а? Давайте спокойной ночи, точнее дня. Расскажу вам сейчас сказку про непослушных малышей, которые в грозу одни в лесу ходили. Одни? И не испугались? Ой, какие смелые. Они, наверное, просто заблудились, у них не было выбора. Так вот, слушайте. И спите. Цветочек, малыши наконец-то уснули. Что за думчивая такая? Да волнуюсь, слушай, лишь бы не заболели. Да ладно, немного и вымокли. Тем более дождик реально тёплый был, летний. Цветочек, а можно мне носовой платочек? У меня сопли, они мешают мне спать. А, вообще, и мне. А мне что-нибудь от кашля. А то он мне не даёт спать никак. Ну, здравствуйте, вот и приехали. Можно медика вызывать. Держи платочек, сморкайся. Всё вроде. Отлично. Теперь ты давай. Всё, нету больше. Здорово. Гай, позвони, пожалуйста, медсестре. Пусть придёт и посмотрит. Не надо медсестру, она будет делать нам уколы. У нас всё прошло. У меня больше нет соплей. А я, кажется, уже не кашляю. А, апчхи! Ничего не знаю. Ничего страшного мы с вами не сделаем. Здравствуйте, мои дорогие. Что, промокли? Не первая группа сегодня. Давай я тебе градусничек поставлю. А? Подними одеялко, дорогой. Нет, не подниму. У меня нет температуры. Я не дам померить вашим градусникам. У меня всё хорошо. Пчхи! Будь здоров. Ну как же хорошо, когда чихаешь вовсю. Ну дай температурку-то померю. Это ж не больно. Не-не-не, знаю я вас. Сначала температурку. Потом, если температура укол. Потом лекарство невкусное. Не-не-не, у меня всё хорошо. Да ну что такое-то? Тебе, девочка, давай температурку смерим. Я всё равно всем померю температуру. Давай поднима, делка. Не-а, не подниму. Я не дамся вам. И ко мне даже не подходите. Мерить не буду ничего. Апчхи! Да, ребят, ну что? Вы уже всю группу своими апчхи забрызгали. Будьте здоровы. А чтобы быть здоровыми, нужно, чтобы доктор температуру измерил. Ну, рафена вам даст. Он вкусный. Врёте вы всё, я видел. У неё в чемодане укол. Так, ну не хотите, как хотите. Доктор, вы что, просто так уйдёте? А как же малыши? Есть у меня одна хитрость. Сейчас вернусь. Ой, какие вкусные же там конфетки. Обожают их просто детки. А это градусники. Температурку мерить будет кто? Конфетный градусник? Ха-ха, здорово. А там температура его в чём? В конфетах измеряется, что ли? Угадал. Почти. Кто померяет температурку, тот получит конфетку. Ну, кому поставить градусник? Ну, мне можно. Ложись. Ручку подними. Вот так. Сейчас посмотрим, сколько конфет в вашей температуре. Так. Тридцать семь. Воспаление. А сколько мне конфет положено за тридцать семь? За тридцать семь положено семь зелёных конфеток. А если микстурку съешь, тогда получишь пять синеньких. А если согласишься на уколчик против воспаления, тогда весь сладкий градусник твой и все конфеты твои. Ну вот, знал ведь, что здесь есть какой-то подвох. Но много конфет вкуснее, чем мало. А укол один. Ладно, делайте укол. А я себе градусник сладкий оставлю. Вот тогда. Вот так договорились. Ну что, ребята, кто ещё простыл? Сколько там намерили? Эх, у меня тоже тридцать семь. И у меня тридцать семь. Вот так погуляли сегодня в дождь. Ну, что нам выбирали? Цветочек, Гай, не волнуйтесь. Сейчас уколчик сделаю, мигом всё пройдёт. Кто хочет оставить себе целый сладкий градусник, ко мне подходим на укол. Давайте мне первому, уж очень хочется конфетку попробовать. Так, давай помажем ваткой. И укол. Ай, ну вот и всё. Всё? Здорово, я могу его распаковать? Да, конечно. Спасибо большое. Так, съем сначала все красные конфеты, а потом синие и зелёные. Слушайте, доктор, а это не вредно, столько конфеты. Не волнуйтесь, Гай, это же конфеты от доктора. Это витаминки специальные. Там много витамина С, что очень помогает при воспалении. А ещё они вкусные, поэтому малыши ничего не заметят. Так, кто следующий на укол? Как-то не хочется, даже с учётом получения огромного количества конфет. Бро, конфеты хоть вкусные? Очень вкусные. Только не проси, угощать не буду, конфеты все мои. Я заслужил. Эх, ладно, делайте, доктор. Вот и молодец. Помажем ваткой и уколчик. Оп, всё. Забирай градусник, кушай конфетки. А чё это я одна без конфет останусь? Все будут конфетки лопать и осмотреть? Эх, доктор, делайте и мне. Вот и молодцы все. Так, оп, и укол. Всё, всё готово. Через пять минут будете полностью здоровы. Спасибо, доктор, что бы мы без вас делали. Ага, были бы больные и без конфет бы сидели. Спасибо, доктор, большое. Да на здоровье, детки. Кушайте конфетки. Интересно, а где она взяла такие сладкие градусники? Я себе такой домой хочу. Тоже температуру мерить. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. А мы пошли конфетки лопать. Цветочек, может тебе ещё раз качать? Нет, Гайя, спасибо. И так слишком высоко. Смотрите, ребята, наша воспитательница стала малышом. Не, она просто очень любит качаться на качелях. Ага. Так же, как и мы, впрочем. Ну не знаю, я больше люблю с горки кататься. У-ху! Это моя лопата. Нет, моя, я первая взяла. Нет, моя, я здесь давно с ней сидел и играл. Конечно, ты у меня её отобрал. Ах так? Ну ладно. На. Теперь это точно моя лопата. Цветочек, Гайя, помогите, он меня в песке закопал. Эй, малыши, не ругайтесь, не ругайтесь. Давай откапывай её обратно и отдай ей лопату. Её очередь играть. Гайя, сколько времени? Не пора ли нам обратно в сад? Ой, точно, пять минут осталось. Ребята, собираемся. Ну вот, так и не успела лопатой поиграть. Я тебе припомню. Да ладно, в следующий раз поиграешь. Я тебе дам. Так, всё, малыши, пойдём, пойдём. Так, 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 прибивка от клеща. Кто же у нас сегодня по графику-то, а? Ну ты что, забыла что ли? Сегодня по графику детский садик Лоу. Ой, точно. Слушай, сходишь, а? Хорошо, конечно. Так, подготовлю чемодан. А то в тот раз я так заколебалась их искать по группе. Бегают, 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 визжат, кричат. Давай, ты уже опытная, я думаю, у тебя всё получится. Я тоже думаю, всё будет хорошо. Тем более я возьму им конфет. Думаешь, конфетами не заманишь? Ой, не знаю, не знаю. Да ну, все малыши обожают конфеты. Кто прятаться не будет, тот получит. Ну а тот, кто будет прятаться, тот ничего не получит, только прививку от клеща. Так, здесь шпричики поменьше, как раз для маленьких ребят. Ну всё, я пошла. Удачи тебе, звони, если что. Приду на подмогу. Ну что, малыши, всё скушали? Вот молодцы. Так, а где ещё один? Я тут. А, всё отлично. Поправлю вам подушечки и идите ложитесь. Тихий час. Ненавижу тихий час. Цветочек, иди, пока малыши спят, кофе попьём с печенюшками. Окей, Гай. Тем более, что силы нам сегодня пригодятся. После тихого часа придёт врач. Прививки от клеща ставить малышам. А, прививки от клеща сегодня? Ого. Ну ладно, скажем в последней, в последнюю очередь, чтобы не разбежались, уже когда доктор придёт. Ребята, ну вы что, спите что ли все? Эй, сос, сегодня придёт доктор ставить прививки от клеща. А, что? Чё ты врёшь, тебе приснилось что ли? Кто тебе такое сказал? Меньше спать надо. Только что Цветочек и Гай это обсуждали. Сказали, нам не скажут, пока доктор не придёт. Ну вот, такой хороший день был сегодня в детском саду. Это доктор. Не, я на прививку не пойду, я боюсь. Эй, а что такое прививки? Мне ни разу прививку не делали. Значит, тебе повезло. Это очень больно и неприятно. Берут шприц с иголкой и тебе прям в попу. Фигак, знаешь как плохо. Не всегда в попу. От клеща делают в руку вообще-то. Вроде бы. Да кто этих докторов знает, сделает и туда, и туда. Они же любят издеваться над малышами со своими иголками. Эй, может что-нибудь придумаем, а? Я всё придумал. Мы должны спрятаться до того, как доктор придёт. Она придёт, а нас нету. И прививки делать будет некому. Пусть Цветочку и Гайю делают. Я с тобой полностью согласна. Я спрячусь в сумке Цветочка. Здесь они меня не достанут. Хитренькая какая, заняла самое первое место. А я тогда спрячусь. Рубки из-под рулонов в туалетной бумаге. Здесь меня точно искать не станут. А я тогда залезу под горку. Под ней меня совсем не будет видно. Пусть ищут. Эй, ребят, а я? А мне куда? А прививка это точно больно? А может ничего страшного? Хотя если все спрятались, значит это что-то очень неприятное. Поэтому я спрячусь за телевизором. Тут меня точно не найдут. Здорово, теперь точно все места заняты. А я куда? Спрячусь тут, надеюсь не найдут меня. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А здесь кто-то пришел, кто-то конфеты к вам принес. Ой, это что Дед Мороз? Ага, сейчас, какой Дед Мороз летом? Вообще-то сейчас весна. Весной так-то тоже Дед Морозов не бывает. Здравствуйте, доктор. Малыши еще спят, сейчас разбудим их. Эй, малыши, просыпайтесь. Гай, а ты что их на горшок что ли всех уже отправил? Эй, цветочек, когда? Я же с тобой тут за столом сидел. Ёшки-макарешки, все-таки разбежались. Посмотри, пустые кровати. Они, наверное, услышали все-таки наш с тобой разговор. Доктор, сейчас мы их найдем, не волнуйтесь. Да, если только они из садика не сбежали. Ищем быстрее. Убежали, говорите? Ой, как жаль. Я столько конфет принесла. Целую кучу Эммандемса. Думала, здесь ребятки такие хорошие. Прибивку быстро сделают, а потом конфетами объедаться будут. Ну нет, так нет. Конфеты уберу тогда. И, ребят, вы слышали, там конфетки есть. Ага, ты в курсе, что перед конфеткой должны в тебя иголку воткнуть? А может она просто конфетками нас угостит и все? Ага, сейчас, жди. Сначала укол. Точек, я проверю. Двери были закрыты. Из группы они выйти не могли. Их бы точно заметили. Значит, они где-то здесь, внутри. Давайте-ка мы поиграем в прятки. Интересно, куда же спрятались ребятки? Ах, опа. А я кого-то нашла. Кто это там торчит над телевизором, а? Спасите, помогите. Я не хочу прививку. Не хочу прививку. Малышка, прививка от клеща. Представляешь, ты пойдешь гулять по лесу или по парку. И тебя укусит клещ. Он переносит разные заболевания страшные. А если сделать прививку, то они будут тебе не страшные совсем. Тем более, прививки мы делаем только по согласию ваших родителей. И твоя мама сказала сделать тебе прививку. Мама сказала. Ой, да, мы часто с ней гуляем на поляне. Ну ладно, делайте тогда. Вот и молодец, маленькая. Тем более, это не больно. Оп, и все. Ай, немножко неприятно. Но не так, как рассказывали ребята. А теперь можно я конфетку съем? А, конечно. Иди кушай конфеты. Ты молодец. Вау, круто. Так если ребята не выйдут или вы их не найдете, тогда все конфеты мне достанутся. Вот здорово. Эй, ребят, ну так же не честно. Я тоже хочу конфетку. Опа, еще одна высунулась. А ну иди сюда. Ой, нашли, нашли меня. Ааа, держите меня семеро. Я боюсь прививку делать. Чего кричишь? Я тебе прививку уже сделала. Все, отправляйся кушать конфеты. А, да? Все что ли? Спасибо. Ух ты, где там мои конфетки вкусные? Ты тут еще не все съела? Оставь мне немного. Интересно, а сколько там конфет осталось? Все ли они уже съели? Опа, еще одна из подгорки вылезла. Иди сюда, твоя очередь. Так и знала, что любопытство меня погубит. Делайте, доктор. Оп, все, ты можешь быть свободна. Ням-нямка. Целая куча конфет. И всего одна маленькая прививка. Я тоже хочу конфетку. Снимите меня с полки. Хитрые какие. Сейчас все съедят, а нам ничего не оставят. А прививку сделать все равно придется. Эй, бро, влезай давай. Ладно, ладно. Так бы меня не нашли, наверное, тут никогда. О, мальчики оказались самые-самые боящиеся. А? Девочки уже давно сделали. Давайте свои ручки. Оп. И еще одно. И идите кушайте конфетки. Если девочки вам, конечно, что-то оставили. Зато теперь вам совсем не страшен никакой лесной клещ. Ну, а я пойду в следующую группу вашего детского садика. А вы, ребятки, ставьте лайки. А то прививку поставлю. Подписывайтесь на наш канал Даринелка. И смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Кстати, никто не хочет подписываться на наш канал на Яндекс.Цен и на Рутюб. Подпишитесь, пожалуйста. Мы ждем вас там. Также новыми сериями. Ссылочки есть в описании. Пока-пока. Спорим, я смогу спиной съехать? А я говорю, не сможешь. Ты упадешь и ударишься. А я говорю, смогу. Мы с тобой спорили, что я твой КамАЗ на кубик затащу. Затащила же. Вот теперь из горки съеду. Смотри. Оп. И ничего не случилось. Это что? Это опять проиграл, что ли? Опять щелбан? У меня скоро шишка от твоих щелбанов будет. А ты не проигрывай споры. И не будет. Я вообще спорить с тобой больше не буду. Давай. Слушайте, посмотрите, чтобы цветочек играл. Давай сюда не шли. Я хочу взять еще по одному чупа-чупсу всем. Ладно? О, круто. Бери, бери. Я посмотрю, чтобы они сюда не шли. Не, все чисто. Они там. О, спасибо. Отлично. Сейчас. Сколько нас? Четыре чупа-чупса, значит. Цветочек, я тебе говорю. Это не страшилка. Это нормальное кино. Ну, пошли сегодня со мной. Я уже билеты купил. Гай, я тебе говорю, это точно ужастика. Я боюсь ужастиков. Да не ужастик это. Ну, сходишь и посмотришь. Ага. А если я уже испугаюсь? Ты не испугаешься, со мной будешь. Ой, ну не знаю. Так, так, так. А что это у вас тут происходит? Премии всех полишать. Эти двое дерутся. Ну-ка, разошлись. Разошлись по сторонам. Одна на столе сидит. Чупа-чуп соберет. Без спросу, по-моему. А ты? А я что? Я ничего. Я на ходунках тут катаюсь. Ну вот, сходили в кино. Извините, пожалуйста, заведующая. Мы тут с Гаем просто решаем по методическим рекомендациям, которые вы нам дали. Вот и спор завязался небольшой. А так мы присматриваем, присматриваем за всеми. Да, малыши? Ага. Да, вижу, я вижу. Да-да, заведующая, все так и было. А вы, собственно, зачем к нам пришли? Собственно, за тем, что я в любой момент могу прийти и проверить, чем вы тут занимаетесь. А вообще, сегодня придет доктор и будет делать прививки детям. Так что морально там их как-нибудь подготовьте, ладно? Ой, ну все, задержалась тут у вас пора. Заведующая, когда хоть придут делать-то? Расписание дня, такое же оставлять? Думаю, да. Успеете пообедать и сходить в бассейн. А там и доктор уже будет. Эй, ребят, что делать будем? Прививки-то не хочется, чтобы делали. Вдруг они больнючие какие-нибудь. Больнючие? А ты хоть раз не больнючую прививку видела, что ли? Конечно, больнючие. Как? Воткнуть свою иголку? Эх, может, маме как-нибудь сообщи, чтобы меня забрала сегодня пораньше? У кого-нибудь из вас есть телефон? О, я тоже хочу позвонить маме. Нет, мне не разрешают садик телефон таскать. Да, у меня тоже нет. Эх, и у меня нет. А что делать будем? Так нечего смириться и пережить прививку как-то. Это же не первое и не последнее так-то. Ну так и не хочется. Опять будет. Ой, не больно. Ой, комарик укусит. Потом как? Воткнет свою иглу. Аж сердце замирает от одного представления, как это будет. Так, я как единственный сегодня в группе мальчик. Официально заявляю, что постараюсь с этим что-нибудь сделать. И предприму попытку сорвать делание прививок. Так, а пока не дрейфим. Ведем себя как обычно, я думаю. Ты главное не просто думай, ты придумай что-нибудь. И мы так, девочки, не расслабляемся, тоже что-нибудь придумываем. Малыши-кандаши, я за обедом. Рассаживайтесь. Цветочек, посмотри, чтобы уселись за стол. Я мигом. Цветочек, цветочек, а скажите, пожалуйста, а куда прививки будут делать и от чего? Ой, ребята, если бы я знала, эта информация есть только у доктора. Как жаль, узнать бы хоть куда, руку в ногу или в попу. В попу точно делать прививку не буду. У меня нога после этого отваливается, как в прошлый раз. Так, молодцы. Все суп скушали и второе, каждому по десертику. Это мой собственный рецепт. Шоколадный камень называется. Очень похож на камень, а внутри обалденный молочный шоколад. Так, давайте быстро с какао это все умяли и в бассейн. Ну что, брат, ты уже что-нибудь придумал? Или так повыпендривался только? Вот-вот, прививка уже неминуема. После бассейна сказали же, доктор придет. А мы уже в бассейне вообще-то. Ммм, вот стать бы невидимыми. Ага, очень хорошая идея. Как это сделать? Раз, два, три, невидимка, включись. Волшебник, блин. Только зря на тебя понадеялись. Подождите вы, придумай я что-нибудь. Пойдемте пока купаться в бассейн. Ну что, цветочек, что насчет кино? Билеты пропадут. Сегодня в шесть вечера. Ну пойдем. Ой, да ладно, ладно. Пойдем сходим. Малыши, идите купайтесь. Что вы тут на травке все? Какая прозрачная вода. Ага, я под водой вижу. Ой, и я тоже и вижу твою ногу. И вторую, вон она. Очень крутая водичка, прозрачная, чистая. Да, в бассейне точно не спрячешься. Сразу найдут на раз-два. Слушайте-ка, а у меня идея. Я знаю, как спрятаться в бассейне. Ну и как? Чтобы тут спрятаться, надо воду чем-то испачкать. Грязь будешь сюда закидывать. Не, я в грязи плавать отказываюсь. Ну разойдитесь, я ныряю. Есть одна у меня штуковина. Сейчас искупаюсь еще минут пять. И принесу кое-что. Вот вы все удивитесь. Ай, я же сказал, отходите. Ну, бро, через пять минут уже в детский сад. А ты так ничего и не сделал. Я же сказал, у меня все готово. Идите быстро в бассейн. И ничего не бойтесь. Я нашел волшебный порошок, который превратит воду в непрозрачное желе. И никто нас там не найдет. Давайте бассейн все. Насыпаем. И немножечко ждем. Ой, секунду. Не волнуйтесь, он не вредный. Побольше, побольше. И теперь ждем. Ну вот, а я что говорил? Никого, Женьки, не видно. Ну все. Мы избежали прививки. Цветочек, по-моему, все. Пора малышей из бассейна забирать. Гай, подожди, я тоже окунусь. Такая жара. Ой. Ай-яй-яй. Гай, здесь что-то странное. Что? Что там, цветочек? О, это что такое? А где вода? Где вода в бассейне? Где малыши все, а? Цветочек, ты там? Что это такое? Что это за субстанция? Кто испортил бассейн? И где наши ребята? Короче, я иду к тебе. Фу, какая жижа. Ага. Малыши, малыши. Ай, она даже не выпускает меня. Очень сложно здесь пробираться. Малыши, ребята, ребята. А, фу. Нужно подпрыгивать, тогда легче. Так вообще не пробраться. Ребята, малыши, вы где? Отзовитесь. А, вообще ничего не видно там. Здравствуйте, здравствуйте. Вы где? Цветочек, Гай, малыши. Я пришла прививки делать. Странно. Обычно прятались только дети. А воспитатели-то куда в этот раз пропали? Как это никого нет? Ну вот, полюбуйтесь сами. Группа постая. А у меня по графику. Очень строго. Да-да, я вас понимаю. Сейчас. Последнее, что они делали, это были в бассейне. Наверное, закупались. Я знаю этих цветочек, Гай. Малыши, наверное, сказали еще, еще. А они им только потакают. Сейчас. Быстренько сбегаю. Ох уж, эти цветочек и Гай мне. Точно я их премии в этом месяце лишу. Ну все, капец. Ни одного, ни одного никого нет. Может их вообще украли, и эти штуки насыпали нам специально, как ловушка, чтобы мы тут ползали и их искали. Гай, я уже не знаю, что делать. Нас уволят. Нас в тюрьму посадят. Ай, пойдем в детский сад сдаваться. Нельзя терять время. Нужно искать малышей. Ты права. Уволят, посадят. Это уже не беда. Главное, чтобы малышей наших нашли. Они у нас такие хорошие. Такие умные. Такие добрые. Ой, такие смелые. Такие добрые. Такие умные. Такие смелые. Они у нас так хорошо. А мы как с ними? Эй, ребят. Вылезайте давайте. Нельзя допустить того, чтобы цветочек и Гай уволили. А тем более в тюрьму посадили из-за нас. Цветочек, Гай, простите нас, пожалуйста. Точнее меня. Это все я. Это я Джелеба в бассейн насыпал. Мы думали от прививки спрятаться. Что вы отстанете от нас и не будете искать. А тут вон оно как получилось. Ребят, вылезайте, говорю, быстро. Эх, не будем мы вас подставлять. Не будем. Прививка так прививка. Пусть хоть две ставят. Только вас оставят. Это точно. Простите нас, пожалуйста. Мы просто испугались. И больше так не будем. Честно-честно. Простите нас, а. Ну, ребята, ну, ребята. Ну что ж вы так из-за какой-то прививки, а. Знаете, сколько их еще будет в вашей жизни. А вы так пугаетесь. Ну, чуть-чуть больно-то там. Иголочкой ткнут. Фух, а мы с цветочком чуть не посидели тут в бассейне. Не говори. Чуть сердце не остановилось, когда подумали, что вы пропали. Ой, ребят, ну, ребят. Вот это вы дали. Бежим скорее в детский сад. Нас уже там обыскались. Ага, попались, которые смотались. Вы почему еще не в детском саду? Доктор вас ищет вовсю. Вот так попались, это точно. Заведующая, извините нас, пожалуйста. Мы с Гаем разрешили немножко подольше малышам искупаться в бассейне. Сегодня жара такая. Мы уже все. Собирались в группу идти. Заведующая, не ругайте цветочка и Гайя. Это мы виноваты. Мы у них выпрашивались подольше искупаться. А они не соглашались. Да, мы потом, это, отказывались из бассейна вылезать. А они немножко ругались. Они говорили, что на прививку нам. Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем. А цветочка с Гаем не ругайте. Они не виноваты. Ой, так и знала. Ребята, ребята, давайте скорее. Доктор вас ждать устала. Один, второй, третий и четвертый. Ну вот и все. А боялись как огня. Ну что, цветочек, пойдем сегодня в кино, а? Точно пойдем, Гайя. Мне после сегодняшнего инцидента никакой ужастик не страшен больше. Ай, а немножко все-таки больно. Ай, даже отдает в ногу. Но не смертельно. Простите нас еще раз, цветочек, Гайя. Мы больше так не будем. Честно, честно. А вы, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Гринелка. И смотрите новые самые интересные серии. Пока, пока. Цветочек, Гайя, а можно нам завтра в этом джелеба в бассейне просто поиграть? Не убирайте его, пожалуйста, а? Ладно, ладно. Только чур не прятаться в нем. Хе-хе-хе. Договорились. Тихо. До новых встреч.